Всем привет друзья! Продолжаем хозяйничать на карте ягодные. И сегодня у нас первые шаги к серьезным производствам. На календаре вторая половина апреля, а прогноз погоды более-менее благоприятен для работы. Сегодня у нас по плану вывезти доски, пилеты и перевезти щепу с лесопилки на производство пилет. А из вырученных денег купим что-нибудь интересное, новенькое. В прошлом выпуске за животными мы поухаживали, поэтому с ними все хорошо. Все покормлены, ухожены, напоены. Не беспокоимся. Также в прошлом выпуске я упоминал, что будем мы наверное покупать забойный цех, то есть тот же мясокомбинат. Давайте его посмотрим, что как выглядит и что надо для производства. О какая труба огромная. В целом модели всего забойного цеха мне нравятся. Для производства нам понадобится либо овцы, либо коровы, либо сфиньи. Ну и вода конечно. Из которых мы получим колбасу и мясо. За кадром я это уже все тестил и получается один к одному. То есть из одной коровы весом 500 килограмм, в Долштинской допустим, мы получим 250 килограмм колбасы и 250 килограмм мяса. Какой объем туши у овец и свиней я пока не знаю, не тестил. У коров 500. Рассыпайся Петрович, пора контракт выполнять. Дальше запускаем еще одного. Уже какую серию не может закончить. И пускай досеивает совые бобы. Процесс конечно красивый, но мы будем направляться на пилораму. Доски ждут. Соляры и древесины у нас вполне достаточно в качестве ресурса. А вот щепы и досок скопилось очень много. Первым делом займемся досками. То есть целых 17 поддонов. Да и знаете, замахался я фронтальным погрузчиком это все грузить. Поддоны баганные бывают. Неправильно въехал в поддон и застрял. Давайте наверное поменяем тактику. В этом нам поможет как всегда Урал. Манипулятором. Правда придется съездить для него в магазин. За траверсой. Кто не понял что это или как оно будет работать. Минуту ребята. Сейчас выгрузим удавление, а затем в магазин. Если что ребята, в реальности манипулятором управляют снаружи. С дальними рычажками. То есть реалистично было бы управлять этим манипулятором выходя из машины. Но согласитесь и тактика прикольная. Вот так вот. Второй. Ну и третий. Складываемся и в магазин. Те кто регулярно ждет мои выпуски и смотрит меня, то у меня к вам предложение. Если вы хотите чтобы видео приходили чаще, то вы можете мне помочь тем, что будете смотреть видео до конца и писать один-два комментарии. Таким макаром мои видео будут продвигаться выше. Будет больше просмотров и меня будет с ним снимать чаще. Я даже не завожу тему делиться моими видео, либо поддерживать финансово. Об этом на моем канале речи идти вообще никогда не будет. Вас просто лайк, просмотр и парочка комментариев. Продолжим. Если что друзья, из-за прохода поворотной полосы в курсплее, обычный авторабочий плохо работает и постоянно сбивается, заканчивает работу. Я буду помогать ему и вручную менять курс. Это будет за кадром, чтобы не повторяться. Ну а пока Урал направляется в магазин, заправим взил с чипой, пускай отвозит. Тут все равно несколько ходов. Правда загрузка что-то слишком быстрое. Ну да ладно. А ну-ка проверим, правильно ли работает курсплей. Выгружает 3 чипу. Если да, то вторую и третью ходку отправим ботам. Да, маркер выгрузки видит. Все нормально. Все, плюс 8 кубов щипы для производства топливных гранул, которых получится около 5-6 кубов. Тем временем Урал уже прилетел. Покупаем Траверсу. Идет оно в комплекте вместе с модом на Урал. И находится в разделе Разное. Ничего себе 500 евро за кусок железяки. Ладно, покупаем. Я ее, честно говоря, сначала не заметил. Думал, вообще не появилось. Складаемся и давайте, наверное, заедем в автомастерскую. Переделаем его под такой лесовоз. Все-таки я решил его выделить в пилораме. Пусть там работает. А какая лесная техника без раскраски хаки? Меняем. Ну вот, теперь похоже на Урал. На суровый Уралище. Ведь по мощности до Краза ему далековато. Ну и все. Едем в лес. И ехали. О, точно. Взялка же надо заправить щепой. Кринь неполный получился. Ладно, отправляем. Ах ты такой, да? Рецептор аниш. Ну и водителя у меня. Грузить будем на Урал и на платформу Камаза. Выведем, наверное, одной ходкой. Здесь он поместится. Блин, я уже не знаю, какая техника у меня самая красивая на ферме. К ходу все-таки этот Урал. Мостимся и раскладываемся. Надеюсь, длины стрелы будет достаточно, чтобы грузить переднюю часть платформы Камаза. Прицеливаемся и нажимаем L. То есть закрепляем ремни на траверсе. Иногда максимальная нагрузка на манипулятор. 1 тонна при максимальной дальности работы. И 5 тонн при минимальной. Объем палет и досок 4 куба. Это примерно 2 тонны. Надеюсь, стрелу не сломаем. Выравниваем и отцепляем. Ну и повторяем эту процедуру несколько раз. Кстати, порой стрелла захватывает целых 2 палеты. Это, конечно, грубое превышение реальных норм, но в игре нормально. Поднимает. Попробуем так. Мы выкатываем еще несколько поддонов с досками. К сожалению, здесь в воде пилорамы можно только 3 штуки. Урала пока что достаточно. Грузим Камаз. Решил не расковать и подогнать Камаз поближе. Ох, как уральчик присел. 8 тонн для него мелочи, но все же. Если что, вес техники в игре я смотрю в командной строке. А вес зерна, досок и прочих материалов, которые игра не показывает, смотрю в реальности. И сравниваю, сколько в кузове весит и сколько в реальности весило бы. Вот вес досок примерно нормальный. Около полтонны куб. О, а сюда не хочет, упирается. Ладно, придется через кузов перемахивать. Видели, как платформа у Камаза присела? Приятно наблюдать за такой физикой в игре. Все, первый ряд на Урале и Камазе готов. Грузим второй, ребят? Наверное, все-таки да. Стравки. И приступаем. Вообще правильно ставить спереда назад, чтобы не перевернуть грузовик. Но в нашем случае я тогда не смогу грузить. Перела тупо не может так высоко поднимать. Придется ставить сначала сзади, потом впереди. Вот о чем я и говорил. Ладно, оставим пару палец здесь. Увязываемся и едем. О, блин. Я и не подумал. Не, не хочет игра показывать сколько веса. Хотя грузовик ощущает. Вернее, он еле катится. Это у меня, если что, тапка у пол. Полный газ. Заставляем конвой, подъезжаем сзади и нажимаем Ctrl-F. Тем временем быстренько вырезаем щипу. И пускай едет следующий круг. Ну и один из моих любимых процессов. Работа гидравлики. Прыгаем в КамАЗ и отправляемся. Вообще в реальности для КамАЗа такой тест досок был бы пушинкой. Но почему-то игра посчитала, что этого веса для него слишком много. Походу, мододелл занизил мощность КамАЗа. Либо я оставил слишком слабенький движок. Не знаю. Во всяком случае, выглядит это очень красиво. Пыль из-под колес. Хлестящий звук турбины КамАЗа. Раскачивание прицепа. И так далее. По грунтовочке Урал постоянно упирался мне в задницу. То есть, ехал быстрее. А вот по прямой КамАЗ улетел. Вот и разница в настройке техники. Какая на проходимость, а какая для быстрой езды. Таркуемся. Да так, чтобы манипулятором было брать легко поддоны. Кстати, это большой плюс к РПшнсе. Потому что раньше мы пытались бить поддоны на землю. Ударами кузова о рампу склада. А сейчас будет все красивенько. Ладно, ну не очень красиво. Ремень постоянно захватывает 2-3 палеты. Похоже, все-таки для идеальной РПшности. Лучше пригнать сюда какой-нибудь погруче. Чтобы снимать поддоны. Ладно, процессор разгрузки я пропущу. Мне еще как-то в видеоряд вместить покупку. Что еще интересного. Урал и КамАЗ отправляем на косплее на пилораму. Пускай там базируются. На тебе. Как всегда. Блин, я думал, Красс будет моим любимым грузовиком. Но КамАЗ мне теперь тоже по душе. Потом я помог МЦЗшке с авторабочим закончить проходы. И отправил на вторую часть поля. Где он немножко пропустил. Вот сюда. Пускай заканчивает. Паркуем Урал и КамАЗ. С пилорамой пока что все. На ближайшие пару выпусков. А нет, еще кое-что. Давайте, наверное, сдадим платформу. GCB ненужного. И лесовоза Урала. Магазин. Они арендованы и нам уже не нужны. Это Валконвой. У нас это КамАЗ здесь есть. И желтого. Поддоны мы грузить теперь можем и манипулятором. То, сколько экономит денег и ресурсов компа. Меньше ФПС будет падать. Ладно, пускай едут. А мы будем готовиться к покупке производства. Берем КРАЗа. Чистерну. И набираем воды. Хотя ни с КРАЗом ничто не сравнится. Вот это мощь. Вот это детализация. Ну и набираем воды здесь, на базе. Если что, я о них узнал в прошлом выпуске. Что у них есть вода. Это, в принципе, очевидно. Я просто не думал, что автор карты настолько продумал эту базу. Я думал, это декорации. Так, заскочим к Петровичу. Ага, тужится уже третий день здесь. О, лесная братва уже прибыла. Правда, помыть забыл. Ну-то ладно. На тебе. Чет из меня сегодня целый футболист. DCB пробыл у нас 7 игровых дней. И проработал всего лишь 3 часа. Возвращаем. Урал был у нас 13 дней и работал 6 часов. Ну и постарался он же у нас. Песок возил. И что только не возил. Продаем за 30 тысяч. А платформу за 18 300. Ну и остается у нас трудяга КамАЗ. Давайте прикупим к нему скотовоз. К сожалению, модового не было. Скачаю в следующем выпуске. А в этом купим дефолтный. Да, побольше. Орендуем за 3,5 тысячи. Ну и дорогая же эта импортная техника. То аренда импортного прицепа, то покупка старого советского. Прицепляемся. И пусть едет на курс-плее к перекупщику животных. Водичка заправилась. Отправляем на производство. Ух, наконец-то. Сейчас начнем. Так же давно я хотел его. Короче, как ни крути, а скорость у КамАЗа главное преимущество. Главное, чтобы курс-плей на такой скорости будку не перевернул. Если что, мне главное, чтобы пожирнее и подешевле. Голстынское самое то. Набираем полный скотовоз. Ну и запишем маршрут для курс-плея. На всякий случай. Эх, пришлось отвлектись. МТЗ орал, что он остановился. Пришлось вместо него дойти от этих рызок. Ну и отлично. Мы закончили сеять своего бобы. Все. На этом, в этом году. Мы закончили посевы. Отправляем. Моем. Заправляем МТЗ. И на стояночку. И, скорее всего, скоро будем проматывать время до осени. Вот, сразу видно, какая техника на ферме работает. Замазались. Аж еле отмывается. Вот это бригада из ракторов. Почти все тяговые классы собраны. Блин, а что не так? А, купить же надо. Минус 197 тысяч с нашего счета. Но, поверьте, эти деньги отобьются очень быстро. 14 коров по 500 килограмм. Это, получается, 7 тысяч литров мяса. Да, так и есть. Миню производства показывает 7 кубов. Осталось водички залить. А пока колбаса делается, давайте пройдемся по участку. Что есть? О, я так понимаю, это здесь их забивают. Ого, даже есть маркеры и загрузки у поезда. Вот бы и нам так колбасу товарными вагонами возить. Ладно, давайте промотаем время до утра. Посмотрим, сколько получится. Полночь с нас сняли 1,5 тысяч за амортизацию, кредит и тому подобное. Но конюшня принесла 12. Как обычно, конюшня тянет мазу за все. Палочка-выручалочка такая. За 7 кубов у скота мы получили 6,5 кубов мяса и колбасы. Так, смотрим, почем они. Ого, по 20 тысяч. Наверное, скажете, что слишком выгодно. Но так выставлено сложность экономики в моей игре. На легкую. Я, конечно, мог бы поменять на тяжелый уровень сложности. Тогда бы колбаса стоила 5-7 тысяч. Стрелистичней, но не будем уже влазить в насройки. А то уже какое-то читерство. Будем просто не злоупотреблять этим мясокомбинатом. И возить тупо со своих ферм. А учитывая, что в год мы имеем не очень много скота, то в раз в год будем получать большую прибыль. А не постоянно. Ну и пора задуматься о грузовике, которым мы будем перевозить продукцию с наших производств. И в общем, загвоздка. Все производства на этой карте производят товар насыпью. То есть, как был кузов. Это нереалистично, потому что мне нужно в поддонах. И вот и решение. Устанавливаем этот матпак на пак манов. С прицепами и тому подобным. И позже увидите, в чем фокус. Берем маленький дефолтный грузовик. И маленький прицеп. Чтобы отдельно грузить и колбасу, и мясо. Ну и берем пока что в аренду. Бежим смотреть покупку. Вперва моделька может показаться не очень качественной и почти без функционала. Педальки не двигаются, никаких анимаций и так далее. Но... Но ее соль немножко в другом. Перегоняем на мясо комбинат. Поддержаем маркер загрузки. Допустим колбасы. Но перед этим открою будку. Ну, чтобы видели, что происходит. Убираем загрузку и тип товара. Оп, и товар превратился в палету. Визуально, конечно, но... Хоть так-то. И рпшно, и надо мучиться с этими погрузчиками и тому подобным. Заодно исправляем косяк производства на этой карте. Чтоб адоны не выезжают. Теперь мясо грузим. И закрываемся. Дальше. 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 Это слишком далеко. Вот рядышком магазин. Затестим, да и хватит. Все. Нажимаем «Ай» и выгружаемся. По сути, мы высыпаем высыпной товар из кузова. Как бы... Гидравликой. Но если представить, и визуально получается так, что грузчики разобрали палету и занесли в магазин. И рпшно, и удобно. За 3,5 тонны мяса мы получили 72 тысячи евро. А за 3 тонны колбасы еще 57. В целом около 130 тысяч. Нормально. Мне нравится. Получается, чтобы нормально зарабатывать с мяса комбината, надо иметь очень хороший приплод. Иметь коров, свиней и овец. И не 30-40 как у нас, а 200. Значит, в следующих выпусках этим займемся. Вот финансовая статистика за последние несколько выпусков. Сколько зарабатывал на песке, на досках и на мясе. А на этом, ребята, будем заканчивать. Выпуск, мне кажется, получился очень атмосферным, интересным и длительным. Хотя, это решать вам. Кстати, лайком, либо дизлайком. Обязательно это делайте. Но как бы там ни было, сегодня наша ферма неплохо так поднялась. На этом я с вами буду прощаться до следующего выпуска. Всем спасибо за просмотр. И до следующей серии. Вы лучшие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok